АПТАК ПАРАД 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 Обратите внимание, 27,2% увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть инвестиций стало вкладываться больше. Мы, естественно, должны не только больше производить, но и больше перерабатывать. В своем докладе Кумар Соколов затронул тему ремонта дорог области. К слову, протяженность дорожного покрытия в регионе самая большая в стране – более 9 тысяч километров. До конца года в регионе планируется отремонтировать 445 километров дорог. Также в планах реконструировать сельские улицы. В ходе работ асфальтное покрытие обновят более чем на 250 участках. В ближайшие годы, вы знаете, есть поручение государства довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%. То есть каждый год мы должны будем направлять на ремонт автодорожной сети не менее 50 миллиардов. Вот такая задача перед нами всеми стоит. Важным вопросом являются, конечно же, и воздушные сообщения. Сейчас ведется ремонт аэропорта, который сможет одновременно принимать до 7 воздушных судов типа Boeing 767, аэропорта 320, 321, пассажирский, транспортный, грузового назначения самолета. Продолжаются работы по модификации региона. Основная работа по строительству водопроводных сетей идет в населенных пунктах области. В этом году на эти цели из бюджета было выделено 21 миллиард тенге. До конца года планируется запустить систему водопровода в 24 селах края. В 8 населенных пунктах будут установлены пункты раздачи воды. В области продолжается реализация национального проекта «Сильные регионы. Драйверы развития страны». В рамках программы выделены квоты на 960 человек, среди которых кондасы и переселенцы. Какие меры государственной поддержки оказывают участникам нацпроекта, расскажем в следующем материале. 680 переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана в этом году примет Кустанайская область. Наибольшее количество переселенцев прибыло из Жамбылской, Туркестанской и Казалардинской областей. Семьям, добровольно поменявшим место жительства, предоставляется материальная помощь для переезда. Кроме того, государство возместит расходы по аренде жилья. Оплату за коммунальные услуги сроком не более 20 месяцев. С текущего года реализуется новый механизм государственной поддержки. Это материальная помощь в форме сертификата экономической мобильности, который предоставляется для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком Республики Казахстан. Сертификат предоставляется на семью в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1160 минимальных расчетных показателей, или в текущем году эта сумма составляет 4 миллиона 2 тысячи тенге. Для оказания материальной помощи на переезд, на аренду жилья и на предоставление сертификатов экономической мобильности в областном бюджете предусмотрено 884 миллиона тенге. Все трудоспособные переселенцы обеспечены мерами занятости. Большинство граждан работают в таких сферах, как медицина, образование и сельское хозяйство. 10 человек открыли свой бизнес. 65 семей приобрели собственное жилье, 45 пока арендуют. Что касается Кандасов, то из Узбекистана и России в регион прибыло около 260 человек, им также будет оказана помощь и поддержка. Из числа Кандасов жилье в собственность приобрели 50 семей, арендуют жилье в 16 семей, остальные граждане вопрос аренды жилья либо покупки рассматривают. В целях привлечения в область востребованных специалистов делегации от области приняли участие в ярмарках вакансий в Залардинской области и в городе Шенкен. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа, перечень актуальных вакансий размещается на официальных сайтах, органах занятости, а также направляется в регионы выбытия. За семь лет в рамках национального проекта «Сильный регион и драйвер развития страны» в область прибыло около 2000 Кандасов и более 4000 переселенцев с юга республики из густонаселенных и трудоизбыточных населенных пунктов. Для тех, кто переселяется в регион, будет оказана всесторонняя поддержка, материальная помощь, содействие в приобретении жилья. Все Кандасы и переселенцы будут официально трудоустроены. Эти и другие вопросы должны быть на контроле местных исполнительных органов. Для оказания мер государственной поддержки переселенцам и Кандасам в бюджете предусмотрено порядка 880 миллионов тенге. По словам специалистов, за текущий период выплачено больше половины средств, а это около 590 миллионов тенге. Айдана Папанина, Диас Бесенов, телеканал «Кустанай». С начала года в городе появилось более сотни новых субъектов предпринимательства. Открываются точки торговли, производственные цеха, филиалы компаний. Подробнее о том, как развивается сфера предпринимательства в «Кустанай» и какие льготы действуют для малого и среднего бизнеса, расскажут мои коллеги. В областном центре активными темпами развивается предпринимательство. Так, по сравнению с прошлым годом, субъектов бизнеса в «Кустанай» стало над 112% больше. Сейчас в городе работает более 30 тысяч различных то юридических лиц. В основном это малый и средний бизнес. Деятельность в большей части предприятий областного центра связана со сферой услуг, оптовой розничной торговли, а также переработкой. Менее популярными у местных бизнесменов являются дорогие и трудоемкие направления промышленности, где для открытия дела нужен большой стартовый капитал. С начала 2023 года зарегистрировано 70 новь открывшихся субъектов предпринимательства, создано 120 новых рабочих мест. Наиболее востребованной мерой поддержки бизнеса является национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, обеспечивающий устойчивый и сбалансированный рост предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых рабочих мест. Представляемые меры поддержки позволяют предпринимателям брать удешевленные кредиты за счет субсидирования процентной ставки, получать гарантию государства перед банками, а также государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Аким города Кустаная Марат Жандубаев отметил, что необходимо усилить работу по разъяснению основных положений программ по поддержке предпринимателей. В ближайшее время планируется увеличить количество участников проектов по развитию бизнеса в несколько раз. В целом, это областной центр, надо понимать, да? Центр притяжения. Здесь, в принципе, и торговля, и оптовые базы, и все находится в городе Кустаная. Это понятно. Поэтому, в принципе, это и логично, что здесь идет рост. Другой вопрос, что мы должны тоже участвовать в этом. Вот по недостающей инфраструктуре, вот сейчас вы назвали предприятие, там, какие-то суммы выделяем, да? Надо предпринимателям все-таки разъяснять с внутренней политикой через средства массовой информации. Я об этом уже не раз говорил. Нужно работу эту проводить. С начала года в Кустаная начали свою работу 70 субъектов малого предпринимательства. Создано 120 новых рабочих мест. Всего в сфере малого предпринимательства заняты более 70 тысяч жителей Кустаная. С начала 2023 года 515 субъектов предпринимательства получили 579 видов услуг в сфере бухгалтерского, налогового, юридические консультации по внедрению в систем менеджмента, качества услуги по маркетингу и информационным технологиям. В рамках карты индустриализации в 2023 году на подведение недостающей инфраструктуры на стадии реализации 4 проекта. Подведение электрической подстанции и линии электропередачи ТТО «Фортуна Мед», проекта «Добрин РКС» на стадии выделения денежных средств, ТО «ИБС Групп», ТО «Туран Агросервис» и один проект по водоснабжению – это «Казак Оил». Проектно-сметная документация, которая находится сейчас на экспертизе ориентировочной до конца текущего месяца. В целом хочется отметить, что в городе проводится активная работа по развитию предпринимательства и темпы роста ключевых показателей социально-экономического развития региона являются его бесспорным подтверждением. В регионе продолжает действовать национальная программа по поддержке предпринимателей на 2021-2025 годы. В рамках проекта предпринимателям областного центра было выделено 5 кредитов под низкую процентную ставку. Большую часть из них получили мукомольные предприятия для расширения производства. Одна суда была выдана компании по производству газированной и безалкогольной продукции. Общий объём кредитования превысил 4 миллиарда тенге. В Кустанае в этом году в планах адаптировать 26 зданий для удобного передвижения маломобильных групп. На территории 11 объектов работа уже выполнена. Это магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиники. Качество и доступность оценивает рабочая группа. Соответствует ли реконструкция здания нормам, услышала Айдана Папанина. Для удобного и беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения в Кустанае не первый год реконстрируют здания. Возле входной группы социально значимых объектов, магазинов и аптек всё чаще появляются пандусы и подъёмные лифты. По закону при оформлении акта приёмки объектов в эксплуатацию составляется декларация о соответствии, которую подписывает отдел занятости и социальных программ. Нашим учреждением при оформлении архитектурно-планирующих заданий на проектирование и строительство объектов в разделе создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения указывается необходимость разработки мероприятий по доступности объектов для маломобильных групп населения в соответствии с сводом правил. Проводимая работа даёт положительные результаты. Отделом проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости обеспечения доступа для маломобильных групп населения к социально значимым объектам. Согласно постановлению Акимата города Кустанай от 8 июля 2015 года об образовании межведомственной комиссии по инвентаризации объекта социальной инфраструктуры была образована межведомственная комиссия по инвентаризации объектов социальной инфраструктуры. В межведомственной комиссии формируется рабочая группа. В неё входят специалисты из области архитектуры, строительства, социальные работники и представители НПО, которые проводят мероприятия по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп. В прошлом году реконструировали 26 объектов. Три здания признали полностью адаптированными. Остальные 23 частично. Зачастую заключения, которые направляются в департамент комитета труда, не признаются адаптированными согласно своду правил. Все заключения подписываются членами комиссии, среди которых есть и лица с инвалидностью. Одними из основных причин, почему объекты не признаются доступными, это ширина проемов, дверей и проходов внутри помещения по своду правил по заключениям 80 сантиметров, но лицо с инвалидностью свободно продвигается через данный дверной проем. Отсутствие доступа на втором этаже и выше. Объекты, которые стоят на адаптации и до адаптации старых годов постройки, в которых отсутствует лифтовая шахта, в связи с чем обеспечить доступ на второй и выше этажи технически не представляется возможным. Проблемы выделения дежных средств на проведение адаптационных работ. Объекты образования, государственные учреждения финансируются из бюджетных средств. Объекты малого и среднего бизнеса предприниматели реконструируют за свой счет. В этом году адаптируют еще 26 зданий. Среди них поликлиники, школы, магазины и аптеки. Аким города Мараджу Нубаев подчеркнул, что парки, скверы и места отдыха также необходимо сделать доступными для людей с ограниченными возможностями. Просто это надо закладывать финансирование, и все. Через ЖКХ это надо идти. ЖКХ, это понятно, это их в основном объекты. Поэтому, Данина Харачев, вы сделаете, возьмите у них предложение. Рабочую группу пускай соберут на уровне заместителя Акима. Обсудите, общественника пригласите и дайте перечень, который мы заложим. И все, и тогда мы этот вопрос решим. Хорошо? Договорились. А по остальным объектам, которые вы называете, там адаптированы, понятно, это в плановой. Кроме того, градоначальник отметил, что осенью в Кустанае появятся новые автобусы. Они будут адаптированы для лиц с инвалидностью. Общественный транспорт оснастят специальным пандусом. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Кустанай. В области стартует прием документов на участие в жилищной программе Кустанай-Жастаре. Молодые люди могут получить льготные кредиты за счет совместных средств банка и областного Акимата. Сумма финансирования составляет более 2 миллиардов тенге. Об условиях кредитования рассказали на специальном брифинге. Жилищная программа Кустанай-Жастаре в Кустанайской области стартовала в прошлом году в пилотном режиме. Тогда ее участниками могли стать ли жители города. В этом году по поручению Акима области ее модернизировали. Участниками программы могут стать жители всей области, а именно работающая молодежь. Рассчитана она на молодых специалистов в возрасте до 34 лет включительно, без ограничения в отраслях работы, без ограничения в каких-либо приоритетных направлениях деятельности. Документы будут приниматься на базе Акиматов городов и районов Кустанайской области. Для этого будут созданы специальные комиссии по отбору претендентов. Отбор участников будет проводиться по бальной системе. Условий для участия несколько. Например, стаж работы на последнем рабочем месте должен быть не менее 6 месяцев. Претенденту необходимо иметь прописку там, где он намерен приобрести жилье. Третье условие – это отсутствие на территории Республики Казахстан у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи на праве собственности, а также фактов отчуждения жилья в течение последних 5 лет. Сюда же мы относим арендное жилье, полученное по линии госпрограмм на территории Республики Казахстан. За исключением, то есть не учитывается доля недвижимости, полученной участником программы или членами его семьи до несовершеннолетия в результате приватизации или права на наследование. Совокупный ежемесячный доход членов семьи не должен превышать 150 МРП за последние 6 месяцев. В программе может участвовать только один из супругов. Максимальная сумма займа до 15 миллионов тенге. Ставка кредитования составляет 5% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от суммы займа. Максимальный срок жилищного займа до 19 лет. Участникам программы могут приобретать так на первичном, либо на вторичном рынке, где они сами уже найдут себе квартиры. Но, конечно, у нас есть по залоговой части требования политики залоговая. Мы не берем старше 50 лет дома. Камышито-каркасные, саманные дома тоже не берем. Участники программы могут получать кредит только при наличии дохода от трудовой, либо от предпринимательской деятельности. Хотелось бы также отметить, в случае, если претендент не может подтвердить доходы, он может также привлечь двух созаемщиков. Требования тоже, чтобы обязательно работал наличие дохода от трудовой, либо предпринимательской деятельности. В случае, если у участников будут одинаковые баллы, победит тот, кто окажется старше по возрасту. Члены комиссии будут учитывать и то, сколько вы прожили в браке с супругом, сколько у вас детей, какой трудовой стаж. Приоритеты будут те, кто работает в социальной сфере и градообразующих предприятиях. Привилегий будет больше у претендентов, в чьих семьях есть инвалиды первой и второй групп. Срок подачи документов продлится до 1 сентября. Объединение собственников имущества и простое товарищество жильцы многоквартирных домов продолжают отказываться от услуг ПКСК. Сколько сегодня объединений уже создано в Кустанае и что произойдет с теми домами, что не торопятся регистрировать ОСИ. Об этой актуальной теме говорим сегодня с Габитом Бектабановым, исполняющим обязанности руководителя отдела жилищных отношений Акимата города Кустанае. Здравствуйте, Габит Жалилдинович. Подскажите, как в Кустанае ведется работа по созданию ОСИ. Расскажите о процедуре, как выйти из ПКСК и создать свое объединение собственников квартир. Здравствуйте. По городу Кустанае у нас на сегодняшний день работа ведется, можно сказать, слабо. Всего 13% от всего МЖД перешли на новые формы управления. Это 180 ОСИ у нас создано и 64 ПТ, простых товариществ. По вопросу для того, что нужно сделать, чтобы перейти на новую форму управления, жителям необходимо провести собрание, где нужно на этом собрании решить, избрать председателя ОСИ, а также необходимо более 50%, чтобы более половины жильцов были за переход на новую форму управления. После проведения собрания протокольно это все оформить, собрать подписи, более половины, чтобы жильцов были за, и в последующем направить на регистрацию в юстицию данный протокол. 13% показатель достаточно низкий. В связи с чем он сложился? Ведь разъяснительная работа проводилась достаточно давно. Основная цель этой программы была то, чтобы все было прозрачно, чтобы люди видели и контролировали свои средства, и могли понимать, куда, на что затрачиваются деньги. Есть какие-то положительные примеры тех, кто уже зарегистрировал свою ОСИ? Ну да, у нас есть уже председатели, которые на своем примере, на практике заметили преимущество перехода на ОСИ. То есть у них сейчас нет каких-либо проблем с инженерными сетями. Они за счет своих сборов полностью привели в порядок свои инженерные сети, где-то фасадную часть, где-то на кровле текущий ремонт провели. И да, есть такие примеры, которые сами председатели и жильцы увидели и говорят, что да, действительно, положительно отзываются от этой реформы новой. Но это, наверное, человек должен быть с активной гражданской позицией, кто возьмет все эти хлопоты на себя. Да, согласен, согласен. То есть председателя очень тяжело избрать, так как люди отказываются. Никто не хочет брать на себя ответственность. Поэтому тоже очень сложно избрать председателя. Люди отказываются. В ОСИ должно входить несколько домов, либо объединение собственников имущества может состоять из жителей всего одного дома и отвечать конкретно за один дом. Вот здесь какие-то рамки есть? Да, здесь только один дом. Один дом, один счет, полностью только один дом. Габид Жалилденович, у вас сейчас есть возможность обратиться к жителям областного центра? Уважаемые жители, я хотел бы вас попросить о том, чтобы вы активно принимали участие по поводу перехода на новую форму управления. Мы, как отдел жилищных отношений, со своей стороны полностью сопроводительную работу вам окажем помощь в этом. То есть и разъяснительную работу проведем, вплоть до того, что поможем по заполнению протоколов. То есть я думаю, что этот переход все-таки покажет вам какие-то положительные моменты в том, что именно вы сами будете контролировать. То есть все-таки это ваше имущество, это ваш дом. Я думаю, что вы должны сами нести за него ответственность и сами принимать решения по улучшению своих жилищных условий. Тем самым по переходу на ОСИ, я думаю, позволит вам свои жилищные условия улучшить. Спасибо, что нашли время и пришли ответить на волнующий всех сегодня вопрос. 500 миллионов тенге должны кустанайцы теплоэнергетической компании «Кустаная». К окончанию отопительного сезона текущего года эта сумма была вдвое больше. Благодаря рейдам и другим мероприятиям долг горожан постепенно снижается. Но есть абоненты, которые годами не платят по счетам. Какая ответственность грозит таким потребителям, напомнили специалисты. Задолженность за теплоэнергию хозяев этой квартиры превышает 600 тысяч тенге. На стук в дверь никто не отозвался. Контролеры говорят, это не первый их визит по данному адресу. Сотрудники, что работают с потребителями, еженедельно проводят такие рейды. Благодаря их работе за летний период горожане оплатили долг в 500 миллионов тенге. Еще столько же средств необходимо погасить злостным неплательщикам. Предприятие с должниками работает в двух направлениях. Это досудебная работа. Мы разносим счета извещения, вручаем уведомления, напоминания. Работает автодозвон. Также мы помогаем людям оформлять жилищные пособия. Идем навстречу к должникам, составляем гарантийные обязательства с графиком погашения задолженности. Вплоть до того, что мы даже приглашаем задолжников к нам на работу, чтобы они могли поработать и в то же время погасить долги. Услугами КТЭКа в Кустанае пользуются более 79 тысяч абонентов, некоторые из которых годами отказываются платить по счетам. Их контролеры называют миллионерами. Не потому, что они богаты, а потому, что они имеют миллионную задолженность перед компанией. Таких, по словам специалистов, 170 квартир. Долги с хозяев жилья взыскивают в принудительном порядке. Если, например, человек накопил за должность 50 тысяч, и мы успели подать на него нотариусу, что для вынесения нотариальной надписи, человек понесет дополнительные затраты. Это за нотариальную надпись более трех тысяч тенге нужно будет платить, от трех тысяч выше. И дальше за работу судебных исполнителей тоже до 25%. Вот я примерный расчет сделала, если, например, долг 50 тысяч, то нотариальная надпись 3050 взяла. И плюс 25% судебному исполнителю, это 12 500. И человек оплатит дополнительно 15 500, оплатит уже в сверх задолженности. Каждый рейд контролеров возвращает компании в среднем до полутора миллионов тенге. Оплачивают абоненты свою задолженность моментально онлайн. Другие частями, так сказать, в рассрочку. Некоторые и вовсе не отвечают на требования. Зачастую, у которых много задолженности по коммуналке, у которых нет дохода никакого, нет имущества, нет счетов. С такими категориями людьми тяжело бороться. До начала отопительного сезона осталось не так много времени, поэтому специалисты отдела по работе с должниками будут выезжать в рейды чаще, пока жители города не оплатят все долги по счетам. Айдана Папанина, Диас Бесенов, телеканал Кустанай. 10 августа в Казахстане отметили День Абая. В этом году со дня рождения великого просветителя исполнилось 178 лет. В рамках празднования в Кустанайе провели челлендж, желающие прочесть стихотворения и исполнить произведения знаменитого поэта собрались в сети-центре. Имя великого просветителя у казахского народа уже давно стало синонимом к слову «мудрость», а произведения, что не теряют своей актуальности по сей день, симбиозом гуманизма и любви к родной земле. Почтить память поэта в Кустанайе решили посредством проведения челленджа. Прочесть известные стихотворения и исполнить песни философа желающие собрались в центре города. Ежегодно наша библиотека проводит мероприятия к этому дню. Не только к этому дню, но и в течение года мы пропагандируем наследие нашего великого поэта. И в этом году мы решили выйти на более широкую аудиторию, провести такой челлендж в центре нашего города, чтобы каждый желающий, каждый житель нашего города смог принять участие в этом мероприятии. Мы пригласили наших социальных партнёров, воинскую часть 66-97, наших читателей, наших волонтёров. Основоположник письменной казахской литературы оставил после себя богатое наследие. Стихотворения Абая, его поэмы, слова наседания переведены на разные языки мира. Стремление к прогрессивному развитию общества, где человека возвышают разум, наука и воля, является одним из главных направлений всего творчества Абая. Челлендж, посвящённый Дню Абая, в самом разгаре. Участники подготовили различные стихи и песни знаменитого поэта. Мы тоже решили присоединиться к этому челленджу и прочесть одно из его стихотворений, посвящённое времени. Не просто это стук часов тик-так, то времени неумолимый знак. Прошла минута, стала жизнь короче, и стрелок ход не прекратить никак. Тик-так, часы отсчитывают путь. Тик-так, напоминают, не забудь. Проходит всё, неумолимо время, прошедшего вовеки не вернуть. Хоть расшибись, а всё же это так, ворует жизнь привычный стук тик-так. Хоть мы обманывать себя готовы, но втайне это понимается. Так день за днём и так за годом год, глядишь и старость у твоих ворот. Не вечен дней полёт у человека, и лишь Всевышний вечный наш оплот. Участники челленджа делятся мнением о творчестве мыслителя. Если одни не устают удивляться его дальновидностью, другие восхищаются мастерством пера. Сегодня принимаю участие в данном челлендже. Рассказываю стихотворение Абая, Абая Кунанбаева. Стихотворение «Будь разборчив в пути своём». Очень отличное стихотворение, мне его очень нравится. Я вот первый раз, как прочитал, сразу его выбрал. Я понял, что это мотивирующее стихотворение. Вот оно мне сразу понравилось. И оно учится довольно-таки легко. Всего за 15 минут я выучил такое стихотворение. Довольно-таки сложное, на самом деле, кажется. Там слова такие. Но оно мотивирует людей, если вот читать. Впервые участвую в таком челлендже. Что бы хотелось сказать о великом Абая? Ну, это наш великий предшественник, который, я считаю, дал очень большое культурное наследие нашему народу, нашей стране. Много прекрасных стихов, которые также переведены на русский язык, которые приятно читать. Сколько у него посланий для будущего поколения, которые, я считаю, что мы должны просто соблюдать или хотя бы прислушиваться, в соответствии, может быть, делать поправки какие-то на нынешнее современное время. Но я думаю, эти слова никогда не устареют, они будут всегда ценны. День Абая, новую праздничную дату в Казахстане, утвердили три года назад, когда отмечали 175-летний юбилей великого казахского поэта. Имя Абая носят улицы, школы и ряд других объектов культуры в стране. А в юне прошлого года президентом Казахстана Касымжо Мартом Токаевым подписан указ о создании Абайской области. Алмажана Манкельдинова, Диаз Весенов, телеканал «Кустанай». Таковы главные новости уходящей недели глазами корреспондентов телеканала «Кустанай». Оставайтесь с нами, будьте в курсе последних и самых важных событий. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok